На базе школы номер 12 города Каспийска состоялось секционное заседание августовского совещания работников системы образования региона, а именно учителя географии России и Дагестана, истории России и Дагестана, а также общество знания. С приветственной речью перед участниками встречи выступил директор образовательного учреждения Хайрула Мурзаев. Это такое естественное, логическое продолжение нашего традиционного августовского совещания, когда под руководством главы республики организовано проведено совещание и обозначены новые определенные планки, точки роста, которые мы с вами должны обсудить, разобрать, понять для себя, а потом уже логически транслировать это всем своим коллегам, когда мы обратно уедем из своей школы. И чтобы у нас выработалось общее понимание тому, как и чем мы будем заниматься в течение текущего учебного года, который начнется со 2 сентября. В заседании приняли участие учителя из городов и районов республики, а также председатель ассоциации педагогов истории и общества знания Дагестана, заслуженный работник образования региона Альвина Шутунова, которая рассказала коллегам о нововведениях, а также подчеркнула, что сегодняшняя встреча является отличной площадкой для обмена опытом. Помимо этого, спикер раскрыл тему роль ассоциации учителей истории и общества знания в процессе профилактики профессионального выгорания педагога. Это ведь проблема не только, которую учители истории и общества знания касается, это касается вообще всего педагогического сообщества. И, наверное, это даже, если не самое главное, то, по крайней мере, по опросам, которые проводятся среди педагогов, эта проблема стоит на втором месте, как профессиональное выгорание. И вот возникает вопрос, но какова же роль, чем ассоциация, наша общественная организация, может помочь справиться с этой проблемой? Я думаю, что может, потому что именно вот такие даже встречи, вот в ходе таких неформальных встреч, в ходе организованных каких-то мероприятий, у нас есть с вами возможность немножко отойти от той ежедневной работы, даже выехать, те, кто у нас приезжают из районов, из отдалённых сёл, из других муниципалитетов, выехать из своей школы, из своего населённого пункта и приехать, встретиться со своими коллегами, пообщаться. В рамках встречи с докладами также выступили учитель географии высшей категории РЦО города Каспийска Хадижат Махаева, главный экономист экономического отдела отделения Национального банка Республики Дагестан Хадижат Джабраилова, а также заместитель по УВР гимназии номер один города Махачкалы Мурат Магомедов. Спикер подробно рассказал присутствующим об основной идее процесса внедрения информационных технологий в образование. Как мы знаем, темпы, с которыми цифровые процессы стали внедряться в образовательный процесс, были очень высокими. Одновременно внедрение нескольких систем, регистрация на различных информационных платформах, а также создавали некий хаос и недопонимание, что, зачем и для чего это нужно. Поэтому очень бы хотелось, чтобы по итогам этого выступления у всех слушателей не осталось вопросов, для чего эта система и чем она отличается от предыдущих систем. В процессе информизации важно, что все инструменты и сервисы были интегрированы между собой. Центральным звеном формирующего цифрового образовательного пространства стала Федеральная государственная информационная система Маяшкова. Ну, с ней вы столкнулись еще в прошлом году. Российская образовательная платформа, созданная Министерством просвещения Российской Федерации для эффективной информационной поддержки органов и организаций системы образования, а также граждан в рамках процесса организации получения образования и управления образовательным процессом. Также для создания условий цифровой трансформации система образования. Одним из элементов ГИС Мояшколы является система электронных журналов и дневников. Далее участники разделились по секциям. Для учителей географии прошли различные мастер-классы, подготовка детей к ГИА и результаты, как основной показатель качества образования в школе, опыт подготовки детей к СОЖ и краеведческое коллекционирование на уроках географии Дагестана. Для педагогов истории и общества знания были подготовлены практические задания. Особенности изучения конституции на уроках общества знания в рамках подготовки к ЕГЭ, федеральные проекты и конкурсы, формирование учебно-познавательной мотивации учащихся на уроках истории и общества знания через технологию развития критического мышления и многое другое. Титул и чуткая.